С началом дождей у жителей верхних этажей 8 и 9 подъездов дома номер 19 на улице Колобова прибавилось забот. Протекающая крыша вновь дала о себе знать. Причём кровлю периодически латали. Однако её целостность всякий раз нарушалась по разным причинам. Директор управляющей компании заявил, третий за несколько лет текущий ремонт крыши вынуждены проводить из-за действий строителей, которые порезали покрытие во время работ по усыплению фасада дома. Третий ремонт, который мы сегодня уже завершили, вчера завершили, до дождя успели, завершили ремонт, он был плановый. Это механическое повреждение. Жильцы обращаются к подрядной организации с просьбой утеплить фасады зданий. И фасадчики, и пользуясь случаем, хочу обратиться к этим специалистам, чтобы, ведя работы на крыше, они не резали покрытие крыши. Всё то, что произошло сейчас на этой крыше, и это зафиксировано, и это зафиксировано уже не один раз, и мы уже третий раз переделаем, это как раз механическое повреждение ножами. Как выяснилось, капитального ремонта крыши здесь пока не было. Сейчас в городской программе в приоритете более старые дома и изношенные системы инженерных коммуникаций. По адресу Колубова, 19, в 19-20 году была разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли, подвала и фасада. Проект разрабатывался под планируемые субсидии, которые по итогу представлены в Севастополь не были, и, соответственно, проект сейчас лежит, ждёт получения средств. Общая стоимость работ, которые были запроектированы, порядка 90 миллионов рублей. Естественно, это полная замена покрытия, как минимум. То есть на скатных кровлях это полная замена ещё и обрешётки, плюс замена утративших несущую способность стропильной системы, устройства утеплителя и так далее. То есть это большой широкий спектр работ. Член общественной палаты Севастополя Александр Марчук считает, что подобные ситуации встречались бы реже, если наладить коммуникацию жильцов многоквартирных домов с управляющими компаниями. С этим домом мы уже работаем на протяжении трёх лет, и лично на контроле у меня, на контроле у замгубернатора. Дом действительно большой, но есть проблема жильцов. Это очень большая проблема на данный момент, потому что процентов, наверное, 80-85 жильцов их помещений всё равно, что происходит в доме. Они не участвуют в жизни дома, они не понимают, что это их собственность, есть собрание дома, есть старший дома. Но этим нужно заниматься, во-первых, старший дом, информировать, общаться. Они должны работать совместно с жильцами, а некоторые, ну, как есть, так и есть. Полина Галушка, Дмитрий Лилека, Юрий Риутин, Севинформбюро.